ну приветствую приветствую тебя значит ты сейчас в эфире в нашей программе ты уже ты уже беседую с майклом вот и не только с ним очень приятно приятно слышать майкла и приветствую всех наших слушателей да дорогие друзья ну у нас такой формат то есть давайте мы сделаем так я опять покажу сейчас экран и мы будем идти вот из этого это у нас был один человек который прислал свою информацию не знаю если сейчас я буду смотреть который прислал свою информацию женщина еще еще раз говорю речь идет о женщине давай мы начнем с нее начнем с нее у нас есть ее дата рождения или нет кстати но у меня тоже нету я единственно что могу сказать если эта женщина нас слышит а зовут и сейчас я посмотрю наталья наталья да наталья имей мы не будем озвучивать так ну давай будем отвечать потихоньку во первых у нас были вопросы с чего все началось как ты стала вот таким тренером скажем так по здоровью я уже рассказал о том что у тебя была проблема достаточно серьезная вот расскажи пожалуйста картинка действительно я была диагностирована с пониженной функции щитовидной железы было рекомендовано очень быстренько побежать к врачу сделать все тесты анализы анализы подтвердили что действительно есть проблема врач сказал что просто необходимо сразу начинать принимать гормоны потому что иначе нам удачи не видать но зная историю историю моей мамы и знаю вообще понимая что гормоны это очень не мягко скажем неприятная вещь они могут влиять на многое другое потом трудно с них уйти я решила что вот найдем наверняка есть другой путь есть другие возможности их просто нужно открыть нужно понять ну вот с тех пор наверное начался путь вот есть программа у меня путь к себе вот у меня с тех пор начался путь к себе потому что открылся другой совершенно другая сторона жизни духовность наверное вот мы совершили несколько путешествий в эндию там открылась очень много опять же изучение аюрведы и понимание вообще самое главное наверное понимание себя понимание открытия что есть что-то в этом мире другое кроме вот этого нашего физического тела и того что мы раньше не верили на живя в советском союзе даже уже живя в америке вот но потом потом и да это было это было аюрведическая чистка это была панчхикарма который очень хорошо работала очень хорошо повлиял на состояние здоровья вот медитации йога и потом потом вот так случилось то я потеряла работу в общем то в принципе оставил работу мою работу в общем то высокооплачиваем путь путь открытий открытий себя открытий новых возможностей и опять же потом случилось в бразилии ну и я поступила нашла для себя новую специальность рекомендована астрологом человек сказал в индии я должна помогать людям это моего самое главное предназначение вот и тогда я нашла для себя новую специальность она я пошла учиться в институтов интегритив нитришн который находится в нью-йорке и получил новую специальность который так называется health coach что мне очень нравится я могу один на один разговаривать с человеком и помогать ему помочь помогая ему помочь себе потому что в процессе нашего общения когда мне человек раскрывается рассказывает о своих проблемах он начинает понимать в чем же они действительно его проблемы и можно найти можно найти ключик любой проблеме и можно решить любое вообще все можно решить и лекарства тут совершенно ни при чем вот и но уже когда была поездки начались поездки в бразилию вот там я уже вообще точно поняла там я нашла я открыто об этом говорю всегда я нашла бога внутри себя и это было для меня самым главным открытием самый главный трансформации мая поэтому поэтому а поэтому вот существует вот я сама поездки в бразилию которые для меня являются самым самым главным моментом моей жизни ну наверное как то так ну а гормонов конечно гормонов нету чувствую себя чувствую себя хорошо но хочу еще сказать самое главное для тех кто действительно думать что или знать что у него есть такая проблема проблема со щитовидной железу или вообще любые гормональные изменения нужно постоянно за собой следить постоянно следить за своим здоровьем даже если у вас нет его у женщин всех женщин в какой-то момент времени у нас постоянно происходит изменение с нашим физическим телом с нашим умом сознанием то есть нужно постоянно собой следить и обращать внимание на как мы себя чувствуем и любые сигналы любые сигналы воспринимать очень правильно и обращать на них внимание еще дорогие женщины очень важно за собой следить и не думать что те кто с нами живет рядом им нужно помочь в первую очередь вот мы об этом часто говорим есть такое мы называем это по-английски yellow mask effect или эффект желтой маски то есть маску надо в первую очередь одеть себе а потом уже а потом уже своему ребенку потому что если мы здоровы и наши дети и наши окружающие и наши мужья в первую очередь или партнеры им будет проще легче жить если мы будем за собой следить вот так я думаю понятно хорошо ну рита у тебя есть программа своя оздоровительная что ли программа работы с женщинами и у тебя буквально вот скоро начинается именно вот такая программа то есть человек попросил индивидуально попросил тебя из групповой индивидуально в чем заключается индивидуальная программа работы вот один на один с человеком который хочет лечиться я бы не знала это лечение это наверное может быть и профилактика если человек обращает внимание на себя и себя любит правильным правильном понимании этого слова и обращает внимание на свое здоровье то есть человек заполняет вот анкету которую видимо ты показывал на экране и мы беседуем мы беседуем мы проводим первую консультацию про выясняем в чем действительно в чем действительно на что нужно обратить внимание в первую очередь потому что наша жизнь вся мы стремимся к балансу это баланс всего в нашей жизни это это не только питание все многие думают что хэлс коуче только обращать внимание на питание и на те полезные элементы или которые мы можем получать для своего физического тела на самом деле это все что нас окружает это и наши отношения с близкими и физические упражнения и работой карьеры которая должна нам нравится желательно чтобы она нам нравилась мы получали удовольствие от того что мы делаем и в то же время это конечно конечно же и питание ну и главную роль здесь играет духовное развитие очень важную роль то есть вот все вот эти вот все элементы нашей жизни когда находятся в балансе то мы чувствуем себя хорошо то есть когда я занимаюсь на один на один человеком я и интуитивно и беседуем мы смотрим на какой момент жизни нужно в первую очередь обратить внимание и вот беседуем я даю советы я поддерживаю во всех во всех этих формах и мы делаем вернее человек с которым я с которым я работаю начинает в своей жизни начинает делать какие-то маленькие изменения и любое маленькое изменение но приводит к большим результатам понятно а есть и групповые занятия верно да групповые занятия тоже в плане обязательно будут ясно ну хорошо там есть такое понятие radical forgiveness или радикальное прощение это как бы не имеет отношения ведь не к физическим каким-то ни к диетам ни к чему это уже как бы и медитация как-то своего рода ну на самом деле вердикальное прощение это очень серьезная система это есть книжка которую написал call in keeping и она отличается от простого прощения то есть это работа это серьезная работа там тоже заполняется анкета там прорабатываются серьезные какие-то ситуации жизни которые нужно пройти испытать эти все эмоции никто не сказал что эмоций у них нету даже даже самые невероятные самые плохие эмоции их надо прожить их надо пережить и потом двигаться дальше то есть да есть такая система радикальное прощение и это очень 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 важно с теми кто я чувствую кому нужно это пройти я обязательно рекомендую и мы можем это даже мы делаем это вместе я помогаю это через это пройти да а влияет ли вот эта система радикального прощения ну скажем у человека у любого человека такое есть влияет ли это на здоровье то есть какие-то вот в прошлом вещи за которые надо просить вот это прощение влияет это ли это на здоровье в твоей программе ну какие в любые моменты в жизни влияют на наше здоровье мы иногда просто не даем себе отчета в том что повлияло на изменение здоровья почему оно ухудшилось но опять же работая работая и просматривая все моменты многие моменты в жизни и главное самое главное образ жизни и мысли оно все влияет и мысли и эмоции и стиль жизни поэтому конечно же любые обиды они наносят вред нашему здоровью просто просто это вообще нельзя делать обижаться вообще нет никакого смысла потому что этим самым мы наносим вред ни себе не тому человеку на которого мы обижаемся или который мы думаем что нанес нам обиду может потому что мы это наши сугубо мы не даем себе часто отчета в том что это проблема не того человека а наша проблема если мы на кого-то обижаемся и поэтому конечно оно влияет на здоровье понятно ну хорошо у тебя сейчас по моему целая программа в которой ты сама берешь с Таней и Саней поэтому мы тебя немножко выдернули из этой программы сейчас семинар идет в котором ты находишься давай мы тогда рассмотрим все таки этот вопрос о каких-то теоретически все эти вещи поговорим в другое время ну вот нам обратила женщина которая осветила или ответила на эти вопросы как ты ее будешь хвалифестировать да ну на самом деле да это было просто выборочные вот четыре вопроса которые помогают определить души то есть конституции человека наша не будем сейчас говорить о теории но судя по тем вопросам по которым как она ответила у нее конституция присутствует конституция вата и капхи скорее всего значит когда существует присутствует вот две такие конституции то человек склонен к тому чтобы вот у него есть влажный элемент вот такого влажности и и у нее влияет общий холод и он нуждается этот человек в постоянном тепле но вот если ваты больше то тепло будет влажным а если капхи больше то тепло будет сухим на самом деле я просто думаю что суть этого человека в том что вот сейчас это конституция ваты но он это человек если говорить женщина действительно молодая девушка она склонна к полноте то есть тут нужно обратить обратить внимание на свое питание для того чтобы вот с возрастом не вот этот пища и образ жизни не влияя на на тело потому что мы очень не любим да когда мы полнеем и и когда человек склонен к полноте по своей конституции то это очень трудно потом разворачивать или работать над этим для того чтобы поэтому нужно обращать внимание на питание конечно же не не поменьше употреблять в пищу сладкого и конечно заниматься физическими упражнениями но опять же тут по конституции важно понять какие физические упражнения полезны наверное это это будет какая-то вот быстрая ходьба или бассейн но допустим а не бег потому что после бега люди в таком конституции обычно очень сильно устают рита скажи у тебя была ты уже обозначила проблема это связано с щитовидной железой но было уже достаточно так далеко дошло а все таки как ты решила эту проблему ну во первых все началось с того что я начинала заниматься медитациями это была транслядитальная медитация мне дали мантру и нужно было вообще серьезно этим заниматься сидеть в медитации 20 минут в день утром и вечером два раза в день утром и вечером но когда я в первый раз мне рассказали вообще о медитации я не могла никак понять как это я могу вот сидеть ничего не делать и и вообще вот просто сидеть закрытыми глазами честно говоря это было очень трудно понять теперь со временем уже когда я уже занимаюсь вот долгие годы уже ну уже больше десяти лет мне это понятно но тогда мне сказали просто сиди и тупо медитируй то есть начиналось это может быть с 5 минут 10 минут но это это просто необходимо это просто необходимо потом это было йога но это не просто была йога это была корейская йога которая включала с собой разные варианты упражнений это не просто была йога те асаны которые вот рекомендуют как хатка йога или другое это было очень серьезное занятие 3 раза в неделю я думаю что они действительно помогли и энергетическая йога Да, энергетическая. И в то же время занятие тайчи, то есть любые энергетические практики, они помогают. Вот, 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 значит, что еще? Ну и опять же, это были пищевые травы, пищевые добавки, которые тоже действительно очень помогли в больших дозах, но это пищевые добавки от компании Синрайдер, которые действительно очень серьезно помогли. То есть сейчас вариантов других очень много, это не только эта компания, но вариантов сейчас очень много, которых я для себя нашла, я даже советую и рекомендую другим уже теперь. Но для каждого это свой путь, тут нет общих рекомендаций, поэтому, вот, это как бы такие общие вещи, но опять же, обязательно нужно сдать анализы и следить за своими анализами. Еще очень важно, анализы не всегда показывают правильно, потому что нужно следить за своими симптомами, и по симптомам мы тоже определяем состояние щитовидной железы и состояние гормонов. Гормоны – это все настолько сложная штука в организме женщины, что тут все непросто. И все изменения, которые происходят в возрастные изменениях, в каждом определенном возрасте, они тоже очень важны. Рита, у тебя тут есть вот обратная связь от Натальи, спасибо, Рита сказала все верно. Ну, хорошо, но у тебя было еще из твоих клиентов, которые, ну, здесь проживали, проживает Чикаго, были люди, которые приходили тебе конкретно в офис, твои клиенты, и причем несколько человек, они не просто, скажем, решили, или ты с ними решила эти проблемы, они, более того, они сами решили стать holistic health coach, то есть они поступили в тот же институт, ну, университет, по сути, и закончили вот эти университеты, и получили тоже свои дипломы, и теперь они тоже holistic health coach, причем они поехали даже, там, тоже в Бразилии они побывали, а она, по-моему, ты говорила, насколько я помню когда-то, о том, что вот у нее не было детей, и вот у нее появился ребенок, это правда? Ну, да, на самом деле, да, ты уже все рассказала, это была молодая девушка, у нее была хачтемода, то есть это автоиммунная проблема вместе с пониженной функцией щитовидной железы, то есть это еще более серьезно. И, да, она начала со мной заниматься, мы сначала занимались 3 месяца, потом она продлила программу, ну, я хочу сказать, что самый, самый главный вопрос был в том, что, как для нее то, что мы называем вот ага-момент, когда ей дала читать, прочитать книжку Луи Хей, которая вот совершенно недавно ушла из жизни, и она поняла свою проблему чисто психологически, почему, почему вот у нее такая проблема, и как это влияет на ее состояние, вот, то есть то, что связаны наши проблемы, связаны с нашим характером, наши болезни, и как они связаны с нашим характером и с нашим потоком наших мыслей. И поэтому, вот из-за этого у нее началось выздоровление, вот, да, действительно, она потом сама стала этим же заниматься, и она, мало того, она поехала в Бразилию, и поехала она в Бразилию, уже будучи в положении, будучи беременной, и вот, там она была на таком духовном лечении, и когда вернулась, да, она сейчас сама занимается с людьми, у нее уже, кстати, сердился второй ребенок, так что все в жизни замечательно. Ну, вот у нас есть вопрос, Рита, но я думаю, что ты в какой-то степени ответила. Есть такое понятие, ну, я влажен на твою территорию, но тем не менее я расскажу, это называется антимюллеров гормон, то есть, что он себе представляет, то есть, скажем так, возможность забеременности уже исчерпана, подходит возраст и так далее, и люди обращаются, женщины обращаются к врачам, ну, и вот, после сдачи анализов, вот возникает вот такой вот, так называемый антимюллеров гормон, но, собственно говоря, сам этот гормон не оказывает влияния, вот есть ли возможность поднять его? Ну, существует, понятно, существуют какие-то методы медикаментозные, но, полагаю, так ты уже ответил на этот вопрос, поскольку с той программой, которую ты рекомендуешь, такая возможность существует. Я правильно понимаю? Да, возможности, конечно, существуют, просто нужно это чисто индивидуально подойти, посмотреть, может быть, вообще вопрос, вопрос вообще даже не конкретно в этом гармонии, то есть, нужно смотреть куда-то в корень и разбираться, почему этот гормон понижен. Я думаю, что всё возможно, никогда не надо терять уверенность и позитивно смотреть на это всё. Я думаю, что да. Ну, просто произошёл на какой-то стадии дисбаланс, вообще-то говоря, это вырабатывается, этот гормон... Яичниками, я думаю. Да, яичниками, да. Да, и вот сейчас не будем вдаваться, конечно, в детали, более... Не будет. Да, у нас, собственно говоря, не специализированная программа, это больше к медикам, поэтому Светлана, если... Наталья, простите. Если вы хотите более подробно узнать, вы напишите e-mail, Рита вам ответит, и вы дальше уже с ней будете общаться. Хорошо, давайте мы тогда... Ты хотела бы что-то ещё рассказать или нет? Да, я думаю, всё нормально уже, всё обозначили, всё важное. Да. Я благодарю всё, да. Хорошо. Тогда давай, возвращайся в свою программу с Таней и Саней. Что это за программа, кстати, в двух словах, если можно? Совершенно удивительная программа проработки рода, то есть там очень много практического, я уже поняла, мы уже там рисовали рисунки, и Таня по этим рисункам определяла, какие проблемы рода у нас существуют. И дальше... То есть суть в том, чтобы проработать какие-то проблемы рода, и чтобы изменения, вот эти паттерны, которые мы несем из прошлого, они могли измениться. На самом деле вот в этой программе Таня участвует только 9 человек, она принимает только 9 человек, и поэтому есть возможность, если у кого-то есть желание проработать проблемы своего рода и понять, почему у вас проблемы теперешние, связанные с прошлым, я думаю, что есть смысл прислать нам, наверное, e-mail и встать в очередь, потому что следующая программа, я не знаю, будет, наверное, через полгода. Но у нее уже люди и желающие, то есть, поучаствуют в следующей программе. А программа... Потому что, да, Таня и Саня я проводила беседу, ее все могут найти, и это удивительно сказочный человек, так что я рекомендую просто занять в очередь. Когда я получаю, хотя бы пройдет сегодня только первое занятие, я думаю, когда мы позанимаемся еще несколько занятий, всего их 10, я расскажу побольше о том, о чем шла речь, как свои собственные ощущения, и что я смогла проработать в своей жизни. Понятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Рита. Все, тогда отпускаем тебя. Всего доброго. Всего хорошего. Всего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok